Сказать, что к встрече гостя столь высокого ранга просто готовились, не сказать ничего. Ведь Брестскому техническому университету есть что показать, есть чем гордиться. Поэтому сразу после официальной встречи Михаил Мясникович ознакомился с научными разработками университетских лабораторий и с потенциалом студенческой молодежи. Ведь от них выходят порой достаточно сильные инновационные проекты. И конечно же лекция, которая получилась, сколь нужна и познавательна для преподавателей и студентов, столь интересна и актуальна. Лектор не сыпал скучными цифрами, а приводил реальные примеры. Даже неискушенный экономист мог понять, что учиться, работать и даже мыслить необходимо по-новому. Сегодня действительно в мире происходит, я не побоюсь этого слова сказать, технологические изменения. Они касаются экономики и политики, и мир меняется, и в Беларуси очень важно успевать за этими изменениями. В этих условиях на первый план выходит кадровый вопрос. Когда мы говорим о кадровом вопросе, я думаю, что следует конкретизировать это и говорить о конкурентной способности личности. Не просто общая какая-то масса квалифицированных, подготовленных специалистов. И я думаю, что это не только касается Брестского государственного технического университета, а в целом высшей школы. Чтобы мы готовили действительно конкурентоспособные личности, которые будут организаторами производства, которые будут высококлассными специалистами, которые способны провести за собой соответствующие коллективы. О конкурентоспособности предприятий, о качественной составляющей каждого коллектива, об импортозамещении и экспорте белорусской продукции говорили и на предприятии Санта-Бремор, которое посетил премьер-министр. Михаил Мясникович принял участие в торжественном открытии цеха номер 5 по производству морепродуктов и замороженных полуфабрикатов и производственной линии по выпуску рыбных консервов. Именно такой разумный инновационный подход позволяет предприятию Санта-Бремор расширять ассортимент продукции, увеличивать экспорт, расширять географию поставок, создавать новые рабочие места. Объем инвестиций составил 16 миллионов долларов. Это для нас очередная веха, которая знаменовает наш очередной шаг нашей компании в развитии нашей продуктовой линейки, которая позволит нам завоевать, расширить наше присутствие на других рынках, ну и увеличить наш продуктовый портфель, тем самым усилить интерес наших постоянных покупателей. Ну и, конечно, выход на зарубежные рынки. Продукция нашей компании продается в 22 странах мира. Начиная с российского, украинского, белорусского рынка, нашего традиционного, мы здесь постоянно присутствуем в виде дистрибуционных компаний и заканчивая такими дальними странами, как Америка, Канада и даже Новая Зеландия. Отчет Брестского области полкома по вопросам импортозамещения завершил программу рабочей поездки премьер-министра Республики Беларусь в Брестскую область. В первую очередь за счет повышения качества и снижения стоимости продукции. Ну, для этого надо осуществлять модернизацию, для этого надо внедрять современные технологии и, конечно, должны быть подготовленные кадры, которые могут генерировать новые идеи или же адаптировать чьи-то применительно к тем условиям, в которых они работают. Здесь очень много вопросов, все это не делается просто так, это дорого, но это окупается. Поэтому мы сейчас рассматриваем вопросы конкурентоспособности под углом зрения наращивания экспорта. Вот те кризисные явления, которые сегодня есть на мировых рынках, они свидетельствуют о том, что наша продукция продается с трудом. Продается с трудом почему? Потому что аналогов этой продукции в мире перепроизводство. И, безусловно, надо иметь высокие качественные характеристики, невысокую цену для того, чтобы успешно продавать. И в этом плане сегодня семинар, который мы проводим, и отчет Брестского области полкома, он посвящен именно вопросам импортозамещения. Это не просто некое тупое понимание этого термина, вот импортозамещение. Будет высокая конкурентоспособность, будет экспорт, тогда будет за счет чего и импорт приобретать. Лариса Осмолович, Виктор Халявка, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.